Привет, друзья! Вот смотрю, как у меня камера настроена. Давно с вами я ничего не готовила. Вот, а сегодня я хочу вам приготовить, друзья, самый замечательный салатик, который я часто очень себе готовлю, очень вкусный, очень полезный, который нам продляет молодость, дает здоровье, красоту и силу. И вот сейчас я вам его покажу. Это очень рецепт такой, легкий. Значит, что мы берем для этого салатика? Во-первых, мы берем авокадо, чистим. Авокадо, конечно, у нас не из Таиланда, поэтому уж такое, конечно, какое есть, но все-таки вроде и ничего. Вот мы это авокадо используем в салатик. Вот. Кстати, вы знаете, еще говорят, что вот эти косточки, их лучше не выбрасывать, они очень полезные и они мягкие. Если их от этой корочки очистить, то можно их либо просто молотком раздолбить, а потом в кофемолке, либо как, и потом вот эту вот использовать мякоть этого авокадо, семечка, косточки. Она тоже очень полезная. Вот, имейте это в виду. Вот. Значит, мы вырежем авокадо, друзья. Как резать, это уже, конечно, кому как нравится. Ну, я вообще такой любитель как-то все резать помельче, поэтому я режу вот так. Вот. Одного авокадо, я думаю, нам будет достаточно. Я просто вам покажу салатик, а вы уж там сами смотрите. Вот помидорчик, в принципе, точно такой же величины, как и авокадо. Нарезаем его сюда. Тоже как вам нравится. Вот салатик. Значит, сейчас у нас самый пик. Помидоры неплохие, даже в Англии. Хотя вот говорят мне все, что в Англии все безвкусное, вкуса особого не имеет. Вы знаете, я с этим частично соглашусь. Но уж не настолько, конечно, чтобы все было безвкусное. Так. И берем мы зелень, друзья. Ну, вот зелень у меня сегодня вот такая. Во-первых, шпинат, немножко шпината. И, конечно, зеленый лук. Вот это мы сейчас тоже сейчас мелко порежем. И опустим в наш салат. Вот. Я очень люблю зелень. Я ее добавляю везде, в больших количествах. Шпинат, как вы знаете, тоже очень полезный. Вот. Поэтому все это, чтобы нам добавить здоровья, мы все это в наш салатик и кладем. Так. Теперь я кладу чесночок. Вот чесночок у меня, к сожалению, конечно, как-то вот что-то сегодня не очень хорошее. Ну, будем использовать то, что есть, друзья. Вот, наверное, я еще одну долечку чеснока возьму. Ну, опять же, я любитель всех этих приправ. Горькое я не люблю, а вот чеснок, укроп. Это просто песня. Потом, вы знаете, вот видите, я что делаю? Я его просто вот так раздавливаю. Кто-то, может быть, кто южанит, те знают, как с чесноком нужно обращаться. Во-первых, его нужно раздавить. И, во-вторых, ему нужно дать, когда вы его нарежете, немножко полежать. Вот уж не знаю, почему так. Ну, вот так, друзья. Значит, потом, что еще? Вот чеснок все-таки предпочтительнее вот резать. Как бы не хотелось нам его быстрее и мельче, может быть, как-то использовать какую-то терочку. Их сейчас очень много. Или чеснокодавку, да? Ну, вот вы знаете, насколько я знаю и много слышала, что все-таки чеснок лучше всего вот так вот мелко резать. Он тогда почему-то свои вкусовые качества не теряет абсолютно. Вот, значит, вот этот весь чеснок мы отправляем сюда, к нам на салатик. Вот, еще я использую вот такой вот сыр. Это гриль-сыр называется. Ну, я покупаю этот, это козий гриль-сыр, очень хороший. Я его покупаю частенько, я уже знаю, что он у себя представляет. Но, в принципе, вы можете использовать и брынзу, и какой-то другой, моцареллу, может быть, какой-то другой сыр, я не знаю. Но это буквально чуть-чуть, совсем немножко вы кладете в этот салат. Я не знаю, вот, наверное, вот так мне и хватит. Вот, вот, вы видите, что совсем-совсем чуть-чуть я его использую. Ну, и опять, как я любитель все мелко резать, режу мелко. Вот. Что дальше у нас? Дальше у нас история. Конечно, может быть, кого-то разочарую я, или огорчу, потому что я-то в свой салатик, друзья, кладу эти морские водоросли. Сейчас покажу вам. Вот такие морские водоросли. Называется фокус. Ну, я, вы знаете, конечно, это я замочила, они лучше тогда. Я, конечно, все их не буду использовать. Я их использую совсем немножко. Но их надо тщательно-тщательно, мелко порезать так же. Потому что они жестковатые. И, знаете, не хотелось бы, чтобы они нам что-то тут напортили в нашем салате. Но вот этот фокус, друзья, это непременное условие, потому что это также водоросль жизни, который добавляет йод в наш организм, нашу щитовидную железу защищает, и давление снижает, и что он только не делает. Вот я даже, когда бываю на море, сейчас он растет. Очень много его сейчас везде. Зимой он валялся по берегу, и, конечно, в воде его было не собрать. А сейчас-то вот как раз в воде. Ну и я его просто так ем. Вы знаете, как мне сказали, что можно просто пожевать вот эти свежие листики несколько, и их хватает практически на целый день. Ну вот, друзья, вот как-то так. И теперь вот остатки. У меня укроп, конечно, тоже. Вы знаете, укроп здесь вообще в Англии найти проблематично. Это вот специально мы на ферму ездим, чтобы укроп доставать. А те, кто живут на юге, и я знаю, что это все очень легко и прекрасно. Так, ну и вот, чем мы заправляем. Во-первых, я использую вот такую вот розовую соль. Вам тоже рекомендую. Соль великолепная, очень-очень вкусная. Она и очень полезная. К тому же. Ну вот, солим по вкусу. Немножко добавляем перчика. Перчик черный молотый. Вот такой. Он у меня уже готовый молотый. Ну, можно и просто так помолоть. Совсем чуть-чуть. Просто крохотулечку. Так. И заправляем мы это все, друзья. Вот я заправляю сметаной. Сейчас покажу вам. Вот я заправляю сметаной. Видите? Вот. Я не знаю, можно заправить, конечно, вот этим, знаете, таким лимонный сок с оливковым маслом, как делают тоже частенько многие. Ну, я пробовала. Мне почему-то вот больше нравится сметана. А это штутка мукак, друзья. Вот. Все это мы перемешиваем тщательно. Вот. Вот такие вот у нас ингредиенты. И вот такой вот у нас получился полезный, очень вкусный, насыщенный и аппетитный салатик, друзья. Вот такой салатик. Ммм. Ммм. Вот снятина. Вот. Если, друзья, конечно, я кого-то расстроила тем, что я вот добавила фукус, а может быть у вас его, конечно, может быть и нет, я думаю, что в аптеке все равно вы можете найти этот фукус, все равно вы можете найти его в каких-то в сухом виде или как вот тоже добавлять. Вот. иногда я добавляю так же в сухом виде. Вот он у меня есть. Ну, потому что, как вы понимаете, вот он, видите, как вы понимаете, это водоросль жизни. Я ее везде, везде, везде всегда добавляю. А вообще, конечно, свежее лучше всего. Этот салат очень вкусный, этот салат очень полезный, друзья. Я всем вам рекомендую попробовать и надеюсь, вам понравилось. Всего вам доброго. Пишите свои отзывы. Пока-пока. Да, вот каратенечко. Еще ПС, как обычно у меня. Знаете, вот я вот поставила вот эти вот, вы видите, вот такие вот ракушки морские. Я хотела их добавить, но я уж не стала как бы вас уж совсем так, знаете, напрягать, потому что я понимаю, что вам их, может быть, не достать. А вообще, вот эти вот морские вот такие вот ракушки. Вот. Их собираем мы. Их очень много тоже у нас на побережье. Бывают другие двухстворчатые ракушки. Но вот я почему-то предпочитаю эти, потому что в них песка мало. А вот двухстворчатые их не отмыть от песка, потому что они в песке живут, а эти все-таки на камушках. Вот. Их на несколько минут в микроволновку и потом вытаскиваете черничка. Это он очень легко вытаскивается остреньким каким-то предметом. И он очень-очень вкусный и также очень полезный. Но это я к тому, что вот если вы увидели, что у меня рядом лежит, стоит это с ракушками тарелочка, чашечка, то вот, друзья, не волнуйтесь, это я не добавляю. Это просто вот я вот так вот кушаю. Это тоже очень-очень полезный белок. Ну, а теперь уж все. Приятного аппетита. Я надеюсь, что ваш салатик добавит вам здоровья, бодрости, сил и, конечно, вас омолодит. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok